Слово о четверодневном лазере. Недавно перед вами, возлюбленные, сплетая цветистый венок весны, изображая словами как бы на картине это время года, мы показывали не только цветущие рощи и зеленеющие луга, а и способствующие оживлению ветерки, но изложили, что и наше естество проявляет в это время признаки воскресения. И желая найти предмет соответствующей времени, привлекли ожившего лазеря. Но будучи не в состоянии исполнить обещание, мы окончили речь на самом начале. Исследуя прежде всего почему о лазере умолчали прочие евангелисты, а написал один только Иоанн. Мы сказали, что Дух Святый, пересекая заранее подозрения относительно вымысла, допустил евангелистам сходно и согласно писать чудеса Спасителя, но при этом устроил, что один из них опускал одно, другое, представляя в этом очевидные доказательства того, что Евангелие, написанное ими, без дурного умысла, без приготовления, не по соглашению и не из угождения кому-либо. Так что все выражает без искусственную истину и тогда, когда оказывается что-нибудь недостающее. Но так как это достаточно подготовлено нами тогда, то посмотрим, какая была благовременная нужда евангелисту в чуде, совершенном над лазерем. Спаситель много и часто беседует с учениками о своем страдании. Видев, что они цепенеют и ужасаются таких слов, считает предуказываемое страдание более следствием слабости, нежели домостроительства, колеблются еще человеческими суждениями и трепещут. Поэтому, когда уже приближается страдание и готов водрузиться к кресту, он воскрешает умершего лазеря, чтобы самым делом научить учащихся, что крест и смерть не следствие слабости, чтобы убедить присутствующих, что он повелевает смерти и вызывает душу, отрешившуюся от земных уз. С некоторой целью он сопоставляет добровольную смерть, быть может, предначертывая на лазере свое трехдневное воскресение, утешая малодушных сокращенным сроком пребывания своего под землей, в преддверии креста ослабляя надлежащим образом страх учеников и показывая, что дарованное им другому легко будет осуществлено им и для себя самого, самыми делами вразумляя сомневающихся, и таким образом приноравливая слова к делам и делами своими возвещая приблизительное следующее «Никогда не оставлял я воспринятого человечества непричастным божественной силы, но так как человек, то как Бог, или являя естество, или удостоверяя домостроительство, и научая более низкое усвоять человечество, а более высокое возносить к божеству, и через такое неравное смешение дел, изъясняя неравное соединение естеств, а посредством власти над страданиями показывая добровольность своих страданий, «Я, как Бог, обуздал естество, проложив пост на сорок дней», «дней», продолжив, «и, как человек, потом залкал и изнурился, я, как Бог, усмирил бушующее море, я, как человек, был искушаем от дьявола, и, как Бог, по велениям изгонял бесов, я, как человек, имею страдать за людей, но чтобы вы не приписали этого слабости, я пред приходом смерти вызываю одержимого смертью». «И, явив сперва силу божества, потом уплачиваю древний долг человечества, разрешив узы, потом сам принимаю узы, и самыми этими делами показываю, что имею власть положить душу мою, и имею власть опять принять ее». Таково учение Спасителя, преподаваемое делами. Если бы не так это было, если бы он не с целью некоторую откладывал чудотворное, чудотворение над Лазарем, то, несомненно, когда на пути возвестили ему о болезни Лазаря. «Послана, — говорит Евангелист, — сестры его послали Господу, говоря, вот кого ты любишь, болен. Он, услышав нечто такое, не отложил бы надолго, но как сделал с сотником эсира финикиянка и спас сына первого отсутствующего и дочь последней отсутствующую, так сделал бы и с Мерфою, извещавшей о брате, что он болеет. Теперь же он нарочно ожидает его смерти и долго, медленно и с намерением откладывает свое прибытие, чтобы показать победу над смертью, прежде своей борьбы со смертью. Он откладывает на три дня для подтверждения действительности смерти. В присутствии иудеев открывает гроб, чтобы сделать вестниками чудо тех, которые гнали его. Молитвой и призванием отца пробуждает Лазаря, чтобы не показалось, будто он восстает против законов Создателя. Посмотри на эту особенность. Он не сказал, Лазарь, оживи. Ну что, Лазарь, иди вон, чтобы научить присутствующих, что он тот, который нарицает несуществующее, как существующее. Рим. 4.17 Чтобы показать присутствующим, что он Бог живых, а не мертвых. Чтобы благовременно показать, что нет препятствий для божественного повеления. И напомнить предстоящим о том, который сказал, «Да будет тверь, да соберется вода вместо одно, да произрастит земля траву, да изведет воды из вод гадов душ живые». Лазарь, иди вон. Это для умножения и укрепления веры собравшихся, чтобы одежда и повязки свидетельствовали о смерти. А немедленное послушание или спрепятственный страх возвестили о власти Господа. «Лазарь, иди вон!» И разложившийся встал, знивший стал чувствовать, мертвец повиновался, связанный побежал и оплакиваемый запрыгал. Но для чего спаситель употребил в настоящем случае громкое воззвание? Евангелист говорит, сказав сие, великим голосом громко воззвал «Лазарь, иди вон!» Этим воззванием он, может быть, предизобразил будущее воскресения и вострубит, и мертвые воскреснут. Много еще я мог бы сказать об этом, но меня отвлекает другой предмет. И от гроба я принужден перейти ко гробу. Подлинно благовременно сравнить гроб Лазаря с гробами. И не неблаговременно, кажется, смерть жен празднуется на самом его гробе. Там гроб и здесь гроб. Но гроб Лазаря отверзаемый открывает силу Христову. А гроб этих жен, заключенный и действующий, проповедует благодать Спасителя. Там мертвые сверхъестественно, выходящие из гроба. Здесь жены неестественно прибегают к гробам. Там знамение божественной силы. Здесь доказательство доблестной воли. Там Лазарь смерти смело вступает. Там оживление после смерти. Здесь жизнь. Там смерть насильственно ограблена. Здесь смерть явно попирается. Того Лазаря смерть, судивши жизни, скоро опять взяла назад. Или лучше, как сказано, жены принимали, получали умерших воскресшими. По велению Божией. А эти от временной жизни перескочили в жизнь бесконечную. Мать и дочери, собравшие нас сегодня. Благочестивая мать, претерпевшая болезни рождения, и дочери, не испытавшая этих болезней. Мать, разрешившая девство для рождения дев. Мать, родившая чистоту. Мать, родившая дев по закону естественному. Мучитель, повсюду ратовавший против благочестивых, обращавший меч варварских убийств. Против единокровных. Мучитель, гнавший незримого Христа. Мучитель, думавший посредством стада поразить пастыря. Мучитель, пытавшийся метать стрелы в небо. Мучитель, завидовавший распространению царства Христова. Этот мучитель был муж преследующий и не сочетавшийся. Неприступные же девы, сочетавшиеся в борьбе. Имущество было разграблено, отечество отнято. Нечестивые воины влекли любительниц в своемудре и скромности. Как разбойники, принуждая поклониться изображению мысленного новоходоносора. Но и это вавилонская печь сделала для трех мучениц то же, что и та, разрешив узы тела и души, отпустила души свободно лететь на небо. А древний змей, который преследовал Еву в раю, который улавляет простые невинные души, видя реку, сделавшуюся кровавой купелью, и поток исполнившегося божественного духа, и преследуя блаженных до самой реки, был отражен водами, растворенными огнем духовным, и, скрыв в самом себе гордость свою, оплакивал неуспешность своей древней хитрости. Видел, как те жены, которые прежде легко были обольщаемы, приводимы в ужас, самоуверенно выступает против смерти, и смотрел, как та пята, которую он стерег уязвить, взлетает от земли на небо. Впрочем, достаточно восхвалив победоносных жен, присоединив везде к предмету речи и полезные замечания, украсив древний гроб новым гробом, соединив необыкновенное оживление с терпеливой смертью, предложив мужам и женам примеры добродетели благочестия, и показав восхваляемую смерть вожделенной воскресенье. Возблагодарим Христа, имеющего власть в жизни и смерти, которому слава и держа вас, Отцом и Святым, и Животворящим Духом во веки веков. Аминь.